Приветствую Вас, Сергей. Давайте разберемся с тем, что Вы написали. Я не могу завести нормальные отношения с девочками. Нормальные отношения с девочками. Пишите Вы. Здесь, конечно, сразу несколько вопросов возникает, да? Первый вопрос. Что для Вас нормальные отношения? Потому что нормальные, ну, каждый понимает, в общем-то, это по-своему. Вот. Каждый по-своему понимает нормальные отношения. Это первое. Второе. С девушками, да, то есть получается, что девушки, они для Вас как будто, знаете, ну, некий такой приз, который нужно как-то завоевать, захватить что-ли и так далее. То есть, это вопрос о том, как Вы воспринимаете девушек вообще. То есть, кто они для Вас, что они для Вас, что из себя представляют и так далее. Это тоже очень-очень важный момент, на самом деле, если Вы хотите во всем разобраться. Вот. Понятно, да, о чём я говорю? Понимаете, да, о чём я говорю сейчас? То есть, нормальные отношения, критерии, цели. То есть, для чего я строю отношения? Зачем они мне нужны? Что я хочу получить от отношений? Какие у меня, ну, ожидания от отношений, да? Понимаете, о чём я говорю, да? Вот. Вот. И, соответственно, кто для меня девочки? То есть, как я воспринимаю девушек вообще? В качестве кого? Ну, смотрю ли я, смотрю ли я на девушек как на что-то самодостаточное, самобытное, что-то, ну, можно сказать так, да? Ну, надеюсь, что можно сказать так, что-то уникальное, что-то самостоятельное, вот. Или я воспринимаю девочек исключительно как вот партнёров для отношений. То есть, вот, в первом случае, да, если вы воспринимаете девушек как партнёров для отношений, то просто всё, что вам нужно сделать, это заниматься своей деятельностью. Что-то вам нужно сделать, это просто подкорректировать свою деятельность. И всё, по сути. Больше вам делать ничего не надо. И общаться с девушками не только на тему отношений, да, не только на предмет гендерного взаимодействия. А ещё и как с людьми. Такими же людьми, как и вы. Понимаете? В случае же, если вы не воспринимаете их так, то речь нужно вести о ваших желаниях. То есть, если вы не можете воспринимать так, значит, у вас нет для этого ресурсов. И требовать от вас этого никто не будет. Осуждать вас тоже не будет никто, потому что, ну, а как бы, за что вас осуждать, да? Если вы не отдаёте себе отсчёт, например, в своих желаниях, в своих потребностях. Вот. Если вы не знаете, что для вас важно, например. Знаете? Вот. Но с этим нужно работать. С этим нужно работать. Понятно. Дальше. Немного о себе. Я довольно привлекательный, но, по крайней мере, так считают окружающие. А как считаете вы, что вы сами о себе думаете? А своя квартира и автомобиль. Ну да. Не очень много информации вы о себе предоставили, конечно. А помимо того, что вы, вот, помимо того, что у вас есть квартира и автомобиль, вы ещё себя как-то можете охарактеризовать? Помимо того, что вы написали, что общительный, организованный и правдивый. То есть, это очень странные качества, на самом деле. То есть, я так понимаю, что себя вы не знаете. Вообще. То есть, вы не знаете, какой вы. Вы не знаете, кто вы. Вы не знаете о себе равном всём ничего. Но в этом случае ваши проблемы с девочками выглядят достаточно закономерно, потому что вы не знаете себя, значит вы не можете ничего сделать с другими людьми. То есть что вы им покажете, как вы будете с ними взаимодействовать, если вы не знаете себя. Так это мне кажется нормально. Понимаете, да, о чем идет дальше? Дальше, общительный, что это значит, что вы вкладываете в это понятие, организованный, что вы вкладываете в это понятие, правдивый, насколько, где граница. Пять лет назад, то есть когда вам было 18 лет, я встретил замечательную девочку, красивую, умную, хозяйственную, очень добрую, в общем, целый набор. Я, конечно, не знаю, как обстоят дела, но очень похоже, что вы идеализируете. Просто вот идеализируете девочку, которую встретили. То есть я не исключаю от того факта, что вы действительно о ней думаете, как о умной, красивой там и так далее, и так далее, и так далее. Но, знаете, полный набор можно расценить скорее как понимание того, что она вам подходит. То есть вы как бы ищете определенный идеал. Вот. То есть вы не то чтобы принимаете человека таким, какой он есть, а скорее вы ищете идеал какой-то. Скорее всего, вы ищете идеал, который вот упустили. То есть пытаетесь, грубо говоря, повторить успех. Вот. Что, естественно, обречено на провал, потому что второго такого человека не будет, и вам нужно, ну, это, это понимать и относиться к этому, в общем, в общем, спокойно. То есть я так понимаю, что всех девочек вы сравниваете вот с той первой, которую вы встретили в 18 лет. Ну, если вы сравниваете, значит вы не отпустили, не до конца отпустили. Вот. Это нормально, но вам нужно тогда сперва отношения завершить, которые вы не завершили. Вот. Сейчас. И все. Просто завершить отношения. Вот. Это можно вам в этом помочь. Это не так сложно сделать. Ну, если вы хотите, конечно, это все, если вы в этом заинтересованы. Дальше. Так. Встречались мы около года, позже расстались по моей вине. Ну, смотрите, здесь, на самом деле, ваше искаженное восприятие себя имеет место быть, потому что расставание не происходит по вине одного человека. То есть, грубо говоря, даже если вы ее изменили, на или обидели ее, ну, это самый такой вот пессимистичный расклад. Если вы что-то сделали действительно такое вот плохое, что принято считать причиной, ну, для расставания. Вот. Все равно. Как бы, девушка за это не взят 50% ответственности. Поэтому то, что вы себя обвиняете и говорите, что расстались вы по вашей вине, вот, это, конечно, вас, ну, ни в коем случае не кажется. Наоборот, говорит о том, что вы, в некоторой степени вы эгоист. Не с той точки зрения, что вы все делаете для себя, а с той точки зрения, что все свои неудачи и все свои удачи вы записываете только на свой счет. Вот. Это неправильно. Потому что, как бы, не только от вас может зависеть та или иная история, та или иная ситуация. Есть еще и другой человек, и у другого человека могут быть свои какие-то, ну, взгляды, да, свои какое-то видение, свое мнение и так далее. Вот. А вы его, как бы, полностью исключаете из своего восприятия. Вот. Что и ведет по итогу к тому, что, ну, к тому, что отношения не складываются у вас. Так. Ну, и, соответственно, причина расставания, расставание всегда травма, расставание нужно разбирать. Думал, так, пустяк, девушек очень много всегда возле меня крутилось. Но прошло время, и я понял, что что-то не так, довольно продолжительное время, я не мог забыть о ней, позже все стало на свои места. Да. В смысле вы не могли о ней забыть? В смысле все стало на свои места. Как это понимать? После были девушки, но до серьезного не доходило. А серьезное, это что? Сейчас у меня, словно, фобия какая-то, боюсь, наверное, что может все повториться. Что именно повториться, Сергей? Понимаете? Что именно? Вот. То есть, как бы, на какую помощь вы рассчитываете? По итогу можно сказать, что вы боитесь потому, что с девушками у вас связано, я так полагаю, слишком много, то есть, слишком много ваших желаний связано с девушками. Слишком сильно ваше желание построить с ними отношения, и я думаю, что именно это нуждается в первую очередь в разработке. То есть, снижение, снижение значимости построения отношения с девушками. Вот. Ибо в противном случае вы так и будете бояться, никуда это от вас не уйдет. Но просто потому что, значит, вы так и будете связывать реализацию своих желаний с девушками, и будете всегда по сути, по сути, в зависимости от них. Вот. Понимаете? А это не делает вас более привлекательным, ну, партнером для отношений, скажем так. Вот. Надеюсь, вы это понимаете. Вот. Поэтому определитесь с целью, определитесь с тем, что вы хотите от психолога, выбирайте себе специалиста для индивидуальной работы. Вот. И начинайте, начинайте исследовать в первую очередь себя, а потом уже все остальное. Ну, а на этом у меня все. Надеюсь, что что мог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали! Продолжение следует...